всем доброе утро мы сейчас с вами опять будем делать массаж как я уже говорила я хочу постараюсь ничего никому не обещаю выходить прямой эфир делать утренний ритуал каждый вторник так что если хотите присоединяйтесь ко мне так здесь очень сильно мне в лицо бьет солнце но в других местах дома вообще плохо видно поэтому придется жмуриться хотя этого делать нельзя так надеваем повязочку для массажа так вот в ней я похожа на лебедя не очень нравится так так поехали сегодня я вообще все не все не все делаю неправильно но ничего страшного я буду делать массаж опять по маслу потому что гель мне закончился признаюсь честно так и я буду его делать гуаша так кто-то с доминиканы к нам присоединился привет давай тоже с нами массаж делай так тут много чего-то уже народу с доминиканы его так масло размазала или можете гель размазать еще хочу признаться в кое-чем у меня на работе был такой стрессовый день попалась такая вреднючая клиентка короче из-за нее я очень стрессанула и расковырялся все лицо и теперь мне вот такие вот вот такой вы спу здесь видим про еще вот здесь огромный прыщ потому что я просто так понервничала из-за этого довела на меня конечно вот теперь короче хожу прыщавая так поехали будем сегодня работать над нижней частью берем гуаша можете делать те же самое движение руками если у вас гоша нет в общем делать еще хотите так 1 значит снизу здесь держим и потихонечку разрабатываем к уголкам губ если у вас есть какие-то вопросы даже возможно не связанные с массажем лица прям можете писать только давайте не про дом 2 вы имеете телефон пойдет это будет не очень так поехали и еще парочку разочков нет мы не расстались мы вместе если кто будет смотреть записи вы на нее видите что вопрос месяц дают не спросили расстались ли мы с беном мы вместе так круговыми движениями наверх теперь опять держим и зигзаг уголки губы то очень моя проблемная зона всегда тянет вниз так теперь держим подбородка и тянем вверх держим подбородка и медленно съезжаем теперь другую сторону Теперь здесь немножко помажем маслом. Держим с одной стороны и заходим всегда за середину. Круговыми движениями и в сторону. За середину. Круговыми движениями и в сторону. Теперь здесь то же самое. Так, дальше. Держим мышцу снизу и медленно зигзагами движемся наверх. Теперь с другой стороны. Сколько? Так, уга, окей. С какой вы всей страны, кто сейчас смотрит? Вот только хотела спросить, сколько у вас времени. У меня 10 утра. А у вас? И из какой вы страны или из какого города? Так. Теперь нижнюю губу внутрь. У вас тоже 10 такой вечер. Угу. Интересно, а с какой-то вы страны... Ну, из России, наверное, да? Что у нас там с вами 10 часов райзенца? О, из Германии. Классно. Екатеринбург. В Германию хочу. Или в Швейцарию. Беларусь. А сколько в Беларуси время? Так. Массажируем, массажируем. Угу. Фух, здесь на меня такое солнце полет, что у меня же очень жарко стало. Ага, поняла. У вас 8. Так. Дальше. Если есть какие-то вопросы, девочки или, может быть, мальчики, я не знаю, Лука, кто этот человек, задавайте. Про массаж или про что угодно могу рассказать. Если интересно, могу рассказать про, что я делаю для роста волос тоже, потому что недавно разговаривала с своими клиентами об этом. Такое стоит впечатление, что это может быть тема вам как-то интересна. Так. Что еще будем делать? Давайте вот эти мышцы разработаем. Значит, от глаза и круговыми движениями тянем вниз и кухом. Круговыми движениями. Так. Про волосы? Хорошо. Давайте рассказываю. О, заинтересовались. О, заинтересовались. Значит, смотрите. Насчет волос. У меня вообще проблемы с волосами. Они у меня достаточно жиденькие от природы. Многие этого не знают, потому что у меня кудрявый волос, как бы, ну, такой немножко. Поэтому он кажется объемным. На самом деле, если там заплетаю хвостик или фичка, она вот такая мышиная. Вот. Поэтому что я делаю? Значит, первое, обязательно нужно избавиться от сухости кожи головы, от перхоти. Это вообще самое важное. Есть один супердействительный способ, который я не рекомендую. Это лук, на самом деле. Он потому что убивает грибок. И вообще прям вот от него реально курка головы очень классная становится. Но голова потом пахнет луком еще месяца 4. Вот без шуток. Хоть мой его лимоном, хоть не мой. В общем, это не делайте. Хотя это очень работает. Может быть, в каких-то критических ситуациях можете сделать. Не знаю. Вот. Но я делала, это было ужасно. Что я нашла, на самом деле, лучший? Я девочка кайфую, как будто вы мне массаж делаете. Было бы классно. Так, смотрите. Значит, рассказываю дальше про волосы. Я сама кайфую. Я же не могу сосредоточиться. Такая пытаюсь про волосы рассказать. Такая, как кайфово. Короче, насчет волос. Я испробовала вообще всякие масла мазать на голову. Просто вот что я только не пробовала. Ни в коем случае не используйте кокосовое масло. Вот кокосовое масло на голову точно мазать не надо. От него, во-первых, оно очень тяжелое. Оно, когда вы мажете кокосовое масло на голову, оно вообще голову никак не увлажняет. Но что происходит, что оно такое тяжелое, вам приходится несколько раз мыть шампунью. И это очень сильно сушит голову. Поэтому кокосовое масло прям выкидываем в мусорку. Может, на него сготовить. Что-то на себя масло не надо. Потом я пробовала разные другие масла. Самое лучшее, это вот два, которых я выделила. Это чайное дерево. Оно помогает от перхоти, от сухости кожи. Если у вас проблема в этом, то его нужно разбавить с другим маслом, потому что он достаточно сильный само по себе. Можете использовать, не знаю, как произносится правильно, жжеба, хохоба, не знаю, короче. Можете с этим маслом его разбавить и смывать шампунью только один раз. То есть даже если вам кажется, что вы не очень хорошо смыли это масло, смывайте шампунью только один раз. И, ну, моете твою голову не все волосы. Вот, это чайное дерево, значит, от сухости кожи головы. Если вы хотите конкретно для роста волос, и если у вас связано это с какими-то гормональными, бывает вот с возрастом, если у вас начали меньше волосы расти, то самое лучшее, что есть, это масло розмарина. Хотя это не так популярно, я не знаю почему. Многие не знают, вообще никогда не слышали про масло розмарина, но я очень-очень долго читала, смотрела, вообще изучала эту тему. И самое действенное для роста волос, то, что не гормональное, это именно масло розмарина. И, в общем, как его применять? А он тоже достаточно сильный, его нужно мешать с другим маслом, если хотите. Я вам честно признаюсь, я такая вот, нарушаю все правила, и мажу и чайное дерево, и розмарин прямо на голову. Но от этого может быть раздражение. Так, вы делаете упражнение для лица или только массаж? Я делаю упражнение для лица тоже. Я могу сейчас парочку сделать, хотите, если хотите, могу показать. Вот. В общем, масло розмарина, можете тоже мешать с маслом жжеба, если хотите, или, как я, мазать сразу на голову, ходите часик с этим или два, и потом смываете... Сейчас отвечу на этот вопрос. Ага. Вот, значит, ходите час или два, и потом смываете, опять же, шампунью только один раз. Многие допускают эту ошибку, что вместо того, чтобы смывать один раз, они начинают хорошенечко смывать, и то есть весь эффект от этого масла он просто в мусорку. Поэтому так мы не делаем. Так, что вы как-то показывали массаж головы со штучкой такой, с шипами, не сохранили? Есть у меня эта штучка, я покажу... Я, честно сказать, думала сегодня показать вам массаж ей, вот, но потом подумала, я вам уже что-то раз показывала, то, возможно, вам уже надоело. Вот, поэтому, да, в следующий раз могу либо утренировать ритуал завтра, сделать с этой штучкой, либо в следующий раз во вторник выйду и покажу ей массаж. Ей очень классно втирать масла в голову, она суперская. Но вот я недавно купила новую, она очень жесткая, поэтому, когда будете покупать свои, если будете свои покупать или заказывать где-то, нужно обязательно посмотреть, чтобы она была именно мягкая, мягкий силикон. Так, значит, заканчиваю. Последнее, сейчас я покажу парочку упражнений. Два моих самых любимых упражнения на мышцы и лица. Это, первое, для скул, но что она делает, почему, как бы, я люблю качать скул, не чтобы они, потому что они, как бы, огромными, так-так не станут. Они могут стать, мне не надоело, покажите, пожалуйста. Хорошо, да, покажу. Завтра я ей сделаю массаж. Или давайте лучше, чтобы прям я сделала, прям, ну, много чего показала и рассказала про нее, и я во вторник, в следующий вторник сделаю массаж именно с этой штучкой. Так, про упражнения. Смотрите, я не, как бы, ну, не ожидаю, что у меня этого скула станут больше, но что произойдет, это они будут балансировать оттяжку другой мышцы. То есть, вот моя проблема, да, основная, что вот эти мышцы, они спазмированы и тянут уголки губ вниз, особенно на вот этой стороне, на правой стороне. Вот, поэтому мне нужно все время качать мышцы, которые тянут уголки вверх, чтобы они были посильнее. И как это делать? Ставим пальцы на голову, слегка придерживаем. Я сама себя не вижу, такой свет бьет. И слегка сокращаем эти мышцы. Я не улыбаюсь вовсю и не тяну, как бы, сильно губы наверх. Я вот прям вот смотрю на себя очень внимательно и пытаюсь прочувствовать, какие мышцы тянут губы вверх. Очень часто, когда я делаю это с клиентами на работе, они начинают делать вот так. Тут уже тянутся мышцы крыла носа и в стороны тянутся тоже. А мы хотим только скулы. Поэтому все лицо как можно максимально расслаблено и... Все. Вот, то есть, прям совсем маленькое сокращение. И много-много раз вы почувствуете, как у вас скулы прям реально начнут уставать. Держим. Посмотрите внимательно, какое маленькое сокращение происходит. Я как будто бы даже не улыбаюсь, а как будто такая, как будто ухмылка такая. То есть, вот именно в стороны, а не наверх. Не вот так. То есть, если я усилию это движение, то оно пойдет вот в сторону. Вот, в общем, на сегодня я все рассказала. Если есть какие-то вопросы, сейчас самое время их задать. Значит, мы с вами решили, что в следующий вторник будет эфир про щетку для головы и про массаж головы. Так что так и сделаем. Спасибо всем, кто присоединился. Спасибо за вопросы и за вашу активность. Было очень приятно. Все. Всем хорошего дня. О, кто-то на меня подписался. Елена, спасибо большое. Приятно, приятно. Все. Всем хорошего дня. Если у вас вечер, многие из вас писали, что вы из России, Германии, то вам доброго вечера. Сладеньких снов. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok